Вообще любовь к ребенку, к делу своему, к искусству своему наполняет человека смыслом жизни. Вдруг ей или ему там было с кем-то лучше, это разрывает душу. Чем больше точек опоры, тем лучше. Поверь мне, я именно так и делаю. Я говорю, пойди в Третьяковку, попроси картину, которая там висит в Третьяковской галереи. Есть такие ушлые, которые умеют такие комплименты говорить. В этот момент неожиданно я сказал эту фразу. Давайте поговорим. Давай сделаем это самое, разговор без свидетелей. О, окей, хорошо. Ну давай. Разговор о любви без свидетелей. Шикарно. Как ты хочешь. Ну все, я рада тебя видеть. Я рада, что ты не спишь в такую полночную ночь. Наверное, у тебя мысли какие-то интересные. Что же тебе не дает спать? Слушай, во-первых, видишь, у меня картина «Дочь и мать». Видишь, какая девочка, какая у нее улыбка, глазки такие, плечико такое. И мать такая любящая, такая беспокойная. Да, и вот как радуга, как свет такой. Ну это очень такая у меня известная картина про любовь к детенышу своему. Я думаю, что это так важно, любить, любить. Давай, о чем мы поговорим сегодня? О картинах, о любви без свидетелей как бы. Любой вопрос мне задавай, какой ты хочешь. Про искусство, про любовь, про стихи, про поэзию любую. Слушай, вопросов может быть масса, с одной стороны. Наверное, будут интересовать вопросы, которые бы задали бы не я, а, допустим, поклонницы твои, либо поклонники. Например, какой может быть вопрос, да? Как вам удается, доктор Хасай Алиев, быть вот таким жизнерадостным, например? Что вам помогает по жизни идти счастливо? Влюбленность. Влюбленность в кого? Ну, я тебе картинами покажу лучше. А потом отвечу на вопрос. Я на любой вопрос могу отвезти. Смотри. А вот эта картина Берегиня. Видишь, она с малышом. Ребенком. Тоже с ребенком. Вот у нее есть смысл, правда же? Она любит своего детеныша. Я считаю, что вообще любовь к ребенку, к делу своему, к искусству своему, вообще-вообще наполняет человека смыслом жизни. Если он чего-то не любит, если у него нет любимого дела, нет ради чего он что-то делает, это смысл-то нет в жизни, получается. Абсолютно. Я согласна. И я бы еще добавила, что на каждом этапе возраста человека любовь, она бывает разной. Правда же? Ну, конечно, вот у меня сейчас, видишь, белый холст. Потому что я ищу, в кого влюбиться. Потому что без влюбленности невозможно создать какое-то великое произведение. Но как специалист в этой области, я хочу спросить, как долго ищешь? Как долго ищу? Да. Иногда пять минут, иногда всю жизнь. Но когда любви нету в душе, и холст стоит. Ну, когда холст стоит, это хорошо. Но он ждет. Он ждет своего часа, поэтому прекрасно. Было бы хуже, когда хотелось бы написать, а свободного холста нет. Кстати, у меня такое тоже было. Очень хороший вариант именно краски сделал. У меня так яркие. Через космос, через века времени. Это кристалл какой-то? Или это человек там? Я там гномик. Она влюбленная в гномика. У нее на голове нимк такой, видишь, светится. А у нее гнома какие. Она влюбленная. А между ними расстояние. И космос. Да. Вот это удивительная картина тоже. Не потому что это моя. А просто я сам радуюсь, потому что я с любовью писал. Я был тогда влюбленный. Этот холст тоже стоит, пока я влюблюсь. Окей. И чем закончилась, кстати, эта история, интересно? С гномиком. Гномиком? Так что, родился гномик? Или как? Она на руке гномик. Она любит этого гномика, который из другой звездной системы. Может быть, Альфа-Центавра или Млечный путь. А они не могут встретиться. А любовь. Вот ты знаешь, я читал один научно-фантастический рассказ, как они жили на разных планетах. И потом космонавт с ней встретился. И когда он прощался, он в скафандре. У него стекло здесь. Она его любит. Она говорит, я хочу тебя поцеловать хотя бы на прощание. Он говорит, нельзя, потому что если ты меня поцелуешь, ты обожжешься. Я обожгусь. Она говорит, пускай я обожгусь. Ну, это секунда мне дороже жизни. И так раз ему скафандр. И поцелова. Прям как в Эдемском саду история. Точно такая же. Вот что делает любовь. Люди готовы жертвовать. Вот, кстати, давай поговорим о жертвенности в любви. Нормальная это вещь или это все-таки невротическое, что-то психологически там ненормальное? Я считаю, что настоящая любовь, она только может быть жертвенная. По отношению к детям, это в первую очередь. Но бывает и по отношению к своему любимому человеку. Что ты по этому подумаешь? Я думаю, ну, говорят же, это химия, конечно, гормоны, конечно, влюбленность. Как еще девочки говорят? Точный, да. Ну, конечно, ну, конечно, ну, как, я считаю, что вечная любовь, она человеческая. Потому что вся другая проходит. Физика, химия. Ну, допустим, она мне жаловалась, мне одна пациентка. Слушай, я, говорит, хочу, чтобы у меня был мужчина, говорит, как Гир, вот этот вот актер из Голливудии. Как Ричард Гир? Да. Я говорю, а почему? Она говорит, ну, я своего мужа люблю, говорит, но он такой, говорит, лысый. И у него волос никаких нету, говорит. Ни на руках, нигде. Я говорю, у меня же есть волосы. Она говорит, ну, при чем-то твои волосы. Я, говорит, хочу такого. Да, чтобы он со мной был. А ты не можешь, говорит, со мной быть. Я говорю, конечно, я не могу. Я говорю, твой муж у меня в соседнем кабинете сидит. Как я могу быть с тобой? Я шутник, ты понимаешь. Ну, вопрос, в чем заключается? Человеческая любовь, она вечная. Если она есть между людьми, они могут и жить вместе, они могут и жить в соседних домах, они могут быть и в разных городах. Но если человеческая любовь есть, даже, может быть, и не спят уже вместе, потому что возраст уже не позволяет, а может быть, она больна или он больной, не дай бог. Но человеческая любовь, она вечная. А вся остальная может проходить. Ну, человеческая любовь, да, она очень хрупкая, поэтому знающие люди оберегают ее. И, к сожалению, не у всех это получается. И вот, когда двое, знаешь, говорят, тишину любят деньги и счастье. Поэтому, когда кто-то видит что-то у кого-то хорошее, либо радостное, а тут сидит несчастье весь, то старается разломать. Вот этот момент человеческой души и характера, вот как это вы, как-нибудь повернуть в другую сторону? Любовь за деньги не купишь. Есть внутреннее состояние, есть внешнее. Деньги – это универсальный язык внешней свободы. А вот внутреннюю свободу и любовь тоже за деньги не купишь. Ну, никак. Конечно. Ну, я не про это. Я про то, что... Я считаю, что нужно оберегать свою любовь. И не стоит ее показывать. А если показывать, то только счастливым людям. Я не называю, кто со мной, когда со мной, чего со мной. Никогда. Окей. Нельзя. Это культура человеческая. Прекрасно. Много? Много у вас там лист, большой список. Столько картин наризовал, да? Ну, да. Похоже на то. Только разрублялся, да? Еще одну покажу, еще одну покажу. Посмотри, какая картина. Видно ее, нет? Глаза какие, видишь? И крылья здесь у нее таким микросигналом нарисованы. Проглядываться надо. Она вяжет. Я ее рисовал 5 или 7 лет. Даже не помню. Вот ее, то, что она вяжет, цвет. Только потом нашел этот цвет, как у нее на волосах. Да, да, да. И список. Она называется Визальщица. Смотри, глаза какие. Да, вяжет жива, знаешь, называют еще людей кружевниками, но это другая история. Ну да, очень хороший смысл. Мне нравится, что у тебя есть движение, какое-то действие происходит в твоих картинах. Она вяжет жизнь, мне кто-то написал. Визальщица ваша вяжет жизнь. Человек и космос, внешнее и внутреннее. Да, либо она ткет разговор, либо она... Да, да, да. Это очень интересно. Ну, у нас еще будут картины? Еще какие-то покажешь? Ну, у меня же много картин. Сколько картин вообще? Только 400 я подарил друзьям, разным своим товарищам, которым они нравились. Я тогда рисовал, совершенно не беспокоился. Просто любил это дело. Приходит ко мне человек и говорит, ой, дай мне. А сейчас приходит ко мне, я говорю, пойди в Третьяковку, попроси картину, которая там висит в Третьяковской галереи. Да, дай мне. Да, дай мне. Ну, сейчас я рисую уже не маслом, а рисую акрилом. Вот эти другие картины все акрилом. Таким, очень таким хорошим. Теперь я не дарю. Просто так. 400 я раздарил в свое время. А сейчас я дарю только тогда, когда я встречусь с человеком, на эти мгновения влюблюсь, и потом уже не могу не нарисовать что-то в связи с этим. Так, давайте обсудим желаемый объект. Вот, может быть, будет она слышать, и вот как она же поймет, надо же ее позвать, какой-то призыв ей. Что имеешь в виду? Вот сейчас кто-то посмотрит и скажет, я хочу, я хочу. А я скажу, слушай, ну ты же, я шутник, я шутник. Да, да, давай. Мне один человек сказал, в свое время любовь это не дело, только голова. Она скажет, нет, 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 нет. Я скажу, ну вот, поэтому, пожалуйста, подальше. Так, ну, короче, никаких таких завлекающих моментов не будет, да? Ну окей, ну ничего. Я когда влюбился в свою жену, у меня было 17 лет. Она была на 4 года старше. Ее звали Татьяна. Ну вот ее уже нету, сколько-то лет, вот недавно. А она все равно во мне. И мои дети во мне, и мои правнуки во мне. Несмотря на это, что мне было 17 лет, а я же жил в Дагестане, ну как можно жениться в 17 лет? Тем более она была русская. Ну мы выросли вместе, жили в одном городе, я ее знал с детства. А родители мои были против, потому что они хотели меня уберечь, потому что 17 лет, как можно жениться? Они же взрослые люди, понимают, что мало ли чего в жизни бывает. Но они стали, как говорится, пытаться нас разодрать, разнять. Вместо того, чтобы приглашать в гости пирожное, чай там туда-сюда. И как бы жизнь пошла, неизвестно. Ну сейчас я счастлив, у меня прекрасные дети, прекрасные правнуки. Сын у меня прекрасный психолог, дочь у меня прекрасный психолог. Внуки прекрасные и правнуки прекрасные. Ну тогда, когда мне было 17 лет, я почему тебе это рассказываю? Потому что я такого человека еще не знаю, может быть он и есть, пусть покажется. Мне было 17 лет, сама начальница паспортного стола в Дагестане, в Махачкале. Когда она вошла в тему, когда она увидела мою любовь, а мне надо жениться. Я думаю, ну раз влюбился, надо жениться. Тем более родители не пускают, а я ее стал защищать. И начальник паспортного стола, у меня цифра один, там 51-й год рождения, она мне ноль поставила 50-го года. Иди, говорит, женись. Ну отлично. Потом через несколько лет паспорт, когда я менял, опять у меня стало как надо, 51-й год. Но тогда вот это было, ну ты понимаешь, человек вошел в курс. Вот это вот сопереживание этой женщины, я до сих пор ее помню, до сих пор по-человечески. И с таким теплом вспоминаю, что она нам сохранила. Потом мне мама говорила, какая у тебя прекрасная Татьяна, чего она не придет в гости чай попить? А я Таньке говорю, Тань, пойдем, мама хочет, чтобы ты пришла со мной. Это уже через много лет. Она говорит, да-да-да, всю кровь нашу выпила, а теперь хочет, чтобы я чай с ней пила. Ну мама же не против Тани была, она за меня была. Она меня хотела уберечь, потому что она-то понимала, в 17 лет это как разумужение. То есть в 17 лет, вот в процессе всей супружеской жизни, карьеру построил, выучился, получается так, да? Потому что многие говорят, ну как я в семье могу там учиться? Ну получилось же у тебя, правильно? Получилось. Я вместо семи лет учился в мединституте десять. Потому что дважды вынужден брать академически. Зато я больше знаю, чем кто-либо там в этой медицине, я имею в виду в моей области психосоматики. Ну я тебе хочу сказать, что жизнь моя меня поколотила очень сильно. Вот в результате всего этого, вот у меня и травма, и операция, и прочая десятая. Ну может быть эта травма была бы и под рукавой какой-то причине, но у меня так получилась судьба. Я знаю, что я всю жизнь жил как бы не в своем времени. Вначале я жил не в своем времени, потом я жил не в своем городе, потом не в своей республике. Всегда где-то на шаг у меня как-то вот не совпадало. Я самый последний из Махачкалы в Москву уехал. Все махачкалинцы уехали, да? Уехали, потому что я, например, в Москве провожу доклад на какой-то международной конференции. Возвращаюсь домой, сосед встречается во дворе. Ты где был? Чего тебе неделю нет? Я говорю, да в Москве был доклад делал, там весь этот все. Ты бы хоть делом занялся, что ли? У меня не было окружения, чтобы я мог делиться радостью своей и так далее, постоянно. А жена поддерживала? Ну конечно, поддерживала. Это самое главное. Она у меня богиня. Это прекрасно, когда любимый человек говорит о своем любимом человеке. Что она богиня, либо он бог для меня. Конечно, у нас ее нету, но все равно есть. Да. Но вот когда... Как ты относишься к тому, что... Ведь любовь, она может возникнуть из ничего? В каком смысле? Ну вот говорят, разве можно любить за что-то, либо наоборот, мы любим ни за что. Вот как в твоем случае? А мать ребенка за что-то любит, что ли? Нет? Она любит его безусловно. Ну мы говорим о другом любви, человеческой. Потому что вот сейчас в отношениях именно мы четко видим, что почему-то люди все больше любят за что-то. И это навязанное какое-то мнение. Вот смотрю именно с экранов, либо через психологов и так далее. Что ты должен, например, мужчину полюбить просто за то, что у него есть потенциал. Оказывается, нельзя. Мальчики страдают от этого. Ну я же консультирую, ко мне приходят молодые ребята. И две стороны говорят одни и те же вещи. То есть девочки говорят, нету парней нормальных. А парни говорят, нету девочек. Потому что все хотят, чтобы я был крутой, богатый и так далее. Я говорю, ну тогда ждите до 40 лет. Не встречайтесь, вообще ничего не делайте. А вы здесь 17 лет. Женился и построил благополучную семью и карьеру. Вот парадокс. Нет, я же тебе говорю, что это трудности назад. Как-то они все-таки есть, эти трудности. Ну, преодоление жизни у человека всегда. Ну, меняется страна, меняется. Или город меняется. Друзья меняются. У меня много друзей в разных странах живут. Они там адаптируются в какой-то другой стране. Все равно их не так воспринимают, как не своих. По их манерам говорить, по их культуре, по их улыбкам. Ну, как-то вот это все преодоление. Человек живет один раз. И поэтому кто-то выбирает, например, выгоду. А кто-то идет по пути сердца. Вот люди с открытыми сердцами, я так говорю обычно, хоть и делают ошибки, может быть, но идут правильной дорогой. Я, например, несмотря на то, что сильно пострадал, я счастлив. Потому что у меня всегда есть о чем думать. У меня есть смысл в жизни. Вот теперь тоже, как я сказал сначала, шутя, жду, когда влюблюсь, чтобы картину написать. А почему шутя? Мне кажется, вот, кстати, я расскажу такое, что люди боятся, они как бы plain safe. То есть они играют в безопасную игру. Типа, вот я скажу, закину. А слабо сказать, да, я реально хочу влюбиться, я готов. А что готов-то на это положить? А заявить и выполнить свою программу. Слабо? Потому что очень многие сейчас... Спрашиваешь или это риторит? Это спрашиваю, да. Ну да, я много раз выбрался, иначе бы я не мог столько картин нарисовать. Вот, ну окей, значит, следующее. Значит, можно поверить реально, что человек... Я меня никогда не назову, извини. Окей, хорошо. А нам не нужны фамилии. Нам главное картину увидеть после этого. Я жду, в кого я влюблюсь, посмотрю. Ну отлично. То есть мы узнаем. Ты не боишься влюбиться? Нет, я не боюсь, я хочу. Это хороший ответ. Вот самое главное намерение. Я хочу влюбиться. Шикарно, браво. Я то, что влюблюсь, я сейчас жду просто, когда я влюблюсь. Я мечтаю об этом. Потому что, ну ты же сама знаешь, и каждый человек знает. Вот это такое чувство, когда все окрашивается божественным светом. Да-да-да. А ты когда засыпаешь, ты мечтаешь об этом. Когда ты встаешь, мечтаешь об этом. Когда ты что-то делаешь, мечтаешь об этом. Я когда к оттену рисую, мечтаю об этом. Конечно. Энергии много, да. Настроение всегда хорошее. Ты никогда не ответишь плохо другому, даже на какую-то пакость, на какой-то дурной комментарий. Мне надо влюбиться, конечно. Это продлевает жизнь, между прочим. Хоть я инвалидничаю из-за этой операции, титана там и прочее, но я счастливый человек, и я знаю, что меня делает счастливым. Смысл жизни. Смысл жизни – это именно любить. Да, кстати, это, кстати, очень даже безопасно со многих моментов. Потому что если ты влюблен, соответственно, у тебя уже другое излучение от тебя. Другие тебя уже воспринимают не как врага, а как друга. То есть другие могут посмотреть, что, ну, ты больной человек, у тебя диагноз, ну, мы тебя пожалеем. Потому что человек влюблен. То есть это хорошо, снисходительное уже отношение, понимающее. Ты имеешь в виду, я не понимаю. Когда человек влюблен, он иногда совершает какие-то глупости. Иногда страдает. И когда кто-то видит, говорит, ну, он же так любит, давайте ему поможем. Вот в этом плане я говорю, конечно. Слушай, меня все любят, но в расчет не берут. Давайте выясним, что такое в расчет. Может быть, это запрограммировано так? Может быть, ты не хочешь, чтобы брали? Они меня любят как учителя своего, они учат как автора школы, они учат меня за картины, за все мои метафоры, афоризмы, за мои новеллы. Ты смотри, мои проза «Ро» и «Стихи Ру». И там на этих каналах мои там стихи, там моя проза, там много рассказов, новеллы там. Они за это меня любят, а не потому, как я мужик. Как же может девушка полюбить человека 72 года, а в марте будет 4-го, 73? Как же она может меня полюбить, как она может меня взять в расчет, когда у нее автоматически инстинкт срабатывает, и она должна чувствовать свое будущее? Какое будущее со мной может? Ну, тогда вам нужно подобрать человека, у которого примерно такая же цифра в годах. Зачем? Зачем идти на 50 лет моложе себя? Это просто ближе по годам. И все. Кто попадет ко мне в душу, того я и подберу. Пускай даже 100 лет. Пускай 30 лет. Кто в душу попадет, в того влюблюсь, как этот великий художник написал картину. И пока писал, он влюбленный был. А потом, как написал, успокоился. И сказал потом ее мужу, вот эту картину я написал, когда влюблен был в твою девушку. Но ты не беспокойся, я ее уже написал. Так что ты свободен, я свободен, она свободна. А я с медальончика написал. Этот мужчина принес медальончик, показал Климпт, художник Климпт. Поцелуй. Он говорит, ну я ее увидел на медальончике, влюбился, написал картину, но ты не беспокойся. Я как написал, успокоился. Ну прекрасно. Ну я могу только дополнить то, что любовь и творчество это очень высокая вибрация. Что любовь высокая, что творчество. И преодоление любых трудностей именно помогают эти два момента. Либо ты входишь в творчество, занимаешься, создаешь что-то прекрасное. То ли ты входишь в любовь и тоже делаешь что-то прекрасное. Кого-то любя, мы делаем не только того человека лучше, но и себя. Потому что мы друг в друге отражаемся. Конечно, конечно. Я вообще не знаю людей, которые могли что-то производить, творческое, не будучи или в ожидании любви, или в самой любви, или в освобождении от любви, оглоток свободы. Тоже важное состояние. Да, главное выйти. Не только нырнуть, но и выйти. Конечно, конечно. Что Ахматова говорила, любовь – это смерть. Это не только, как мы считаем, что это восторги сплошные. Нет. Да. Потому что, действительно, если ты влюбишься по-настоящему, то это каждый миг переживаний, каждый миг ревности. никуда не денешься, потому что, когда ты любишь духовное, духовно, ты можешь не ревновать. А вот когда ты любишь уже там с телом связанное, ты уже ревнуешь. А вдруг ей или ему там было с кем-то лучше. это разрывает душу. Да. Я, кстати, ну, когда я была в школе, там, да, у меня было много мальчиков, которые мне писали, там, я тебя люблю, да. я смотрела, как они страдали. Я так боялась влюбиться в кого-то. Я думаю, блин, ну, нафиг, чтобы я вот это так страдала. И я себе, ну, сказала, никогда в жизни не влюблюсь. А потом, ну, со временем, ты понимаешь, что, ну, ты настолько себя обделяешь, что сейчас у меня совершенно другая парадигма. я счастлива, что это чувство было и еще будет. И когда ты думаешь, лучше иметь несчастную любовь, чем никогда ничего подобного не испытывать. Ну, конечно, конечно. Ну, ко мне иногда пишут ребята о несчастной своей любви, которая доходит до пограничного состояния, а у некоторых до самоубийства, иногда доходит. Потому что, ну, такое бывает. Тут у меня очень много людей, которые получили мою поддержку и которые мне через годы пишут благодарные письма, что они помнят, что вот были на грани, на грани самоубийства. Кто-то хотел застрелиться, кто-то хотел отравиться, кто-то хотел с крыши броситься. Да, у нас было очень много случаев. У нас обычно с мостов прыгали. И кто основался коллегой, это ужасно. Так что, ребята, если будет любовь, окунайтесь, просто окунайтесь, прыгайте с головой. Сразу кисточку берите. Да, ну, можно параллельно писать и любить. За того, чтобы прыгать, да. Да, отлично. Ну, вот так вот. Вот такой у нас с тобой получился разговор. Ну, да, я думаю, что кто-то скажет тебе, какая ты красивая. Я сдерживаюсь от этих слов, потому что все дамы, они понимают, что мужчина комплименты делает, хотя это действует сильно, несмотря ни на что. Хочете один маленький пример приведу? Давай. У меня был товарищ, который танцевал, у меня был день рождения в Центре защиты на Таганке, когда я 25 лет там работал. Ну, на одном из дней рождения мой товарищ, профессор, танцевал с дамой, и он ей сказал, вдруг ни с того, ни с сего. Вот музыка, там все танцуют у меня там в зале. Он ей ни с того, ни с сего так внимательно стал смотреть в лицо и стал говорить, как вы добились того, что у вас такая кожа, такая свежая кожа. Она так на секунду торопела во время танца, и потом они вместе ушли. Вот и все, да? Нет, нет, я этот кадр запомнил, который произошел, и я одна. Однажды сделал эксперимент. Я шел с одной руководительницей школы по газончику, мы шли там где-то далеко, и в этот момент она мне говорила о делах, и я ей говорил о делах, и о делах, мы все говорили о делах, и в этот момент неожиданно я сказал эту фразу. Я говорю, а как вы добиваетесь того, что у вас такая кожа? она продолжает идти, мы идем, мы идем, идем, и вдруг в какой-то момент она отступилась и споткнулась. Достала. то есть она, оказывается, говорила, все время думала, о чем я сказал, и в какой-то момент споткнулась. Ну, и все дальше было. Ну, как действует комплимент? Да. На женщину? Ну, по-разному. Знаешь, что человек, мужчина, например, говорит комплименты всегда, ну, а как же, ну, это культура такая. Ну, это нормально, конечно, мы все должны говорить, а все равно действует. Конечно, конечно, это очень приятно, и я считаю, это говорит о том, что человек воспитан. воспитанный. Кроме того, мужчины есть такие ушлые, которые умеют такие комплименты говорить, что после этих комплиментов женщина уже, когда спать ложится, например, она об этом и думает. Да? Да? Он мне сказал. А мы наоборот. Ну, мужчинам говорят, ничего не надо, им главное показать. Простые. Мужчины тоже хорошие бывают, и женщины тоже. Все хорошие люди. Очень много несчастных, потому что не своим делом занимаются. Если бы все люди занимались своим делом, и проблем бы не было, и конфликтов в мире бы не было, и конфликтов в душе бы не было. По разным причинам люди заняты не своим делом. А я как раз таки учу людей открывать свои творческие способности. Вот у тебя много творческих способностей, а я могу еще открыть. И чем больше способностей... Как уже больше? Вот куда уже еще больше? Вот лично по мне вот уже некуда больше. Ну, ну ты молодец. Когда человек открывает способности, он находит еще дела такие, которые делает с любовью. И чем больше точек опоры, тем лучше. Поверь мне, я именно так и делаю. Да. Поэтому мы говорим на одном языке. На одной волне. Да. Да. Ну, отлично. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok